Любовь не понимает слов В ролях Ханде Эрчел, Бурак Денис, Аскан Тагдемир, Мерве Чагиран, Агузан Карби, Тукче Карабаджак, Демет Гюль, Сулейман Филек. А также Назан Дипер. Любовь не понимает слов Мы же чуть не испортили все, Фадик. Но это все из-за недопонимания. Азимай Ханым просила их остаться, чтобы Мурат так не злился. Эта женщина по имени Дерия такая злая, все время тебя провоцирует. Да, ты права. Она сама шейтан. Ей не место на этой земле. О, Аллах. Но еще я разозлила Хашмед. Это нехорошо. Клянусь, он точно убьет кого-то. Эмине. Что, папа? У меня была сумка. Я не знаю, куда положил ее, и не могу найти. Ты ее не видела? Не видела, отец. А что там? Если я тут потеряюсь, ты меня тоже не найдешь. Но ничего не можешь. В сумке было что-то ценное? Да, причем очень ценное. А что? Не твое дело. О, Аллах. Я точно пришел с ней. Может, я ее потом вынес? Где же моя сумка? Пожалуйста, не обижайся. И ничего ему не говори. Он ведь и так уже разозлился. Я хочу хотя бы день провести спокойно. Ладно? Хаят Ханэн. Это ваше? Нет, не мое. Если хотите, я сама все пожарю. Нет, нет, это для Ази Мэханэн, так что я справлюсь. В чем дело? Тут повсюду воняет маслом. Вам не нравится? По-моему, вкусно. Хаят, я понимаю, что ты живешь так же, как учила тебя мать, но здесь такое не ценят. И что же не так с маминым домом? Не пойми меня неправильно. Если хочется выпечку, надо сходить и купить ее, а не терроризировать весь дом этим ужасным запахом. Ой, смотри, все сгорело. Ты еще и готовить не умеешь. Я не умею готовить, да? Кошмар. Скорее звоните моей маме. Нет, нет. Лучше звоните моему дедушке. Хотя подождите, этого тоже мало. Позвоните журналистам и расскажите, что подставная невеста Сэр Силмас сожгла все пирожки. Ну что, как вам такой заголовок? Устраивает? Как вкусно пахнет. Ты что, пожарила пирожки? Но мы уже опаздываем на работу. Положи их с собой, и мы поедим их там. Хорошо, дорогая? Хорошо, милый. Сейчас положу. Ладно. Ну, я пошел. Давай, доделывай все и поехали. Войдите. Простите за беспокойство, Азима Ханым. Это ваше? А что это? Не знаю, я нашла вчера, пока убиралась в доме. Давай мне. Можешь идти. Можешь идти. Азима Ханым. Азима Ханым. Что это? Ты просил положить с собой, чтобы мы поели вместе. Я не хочу, можешь съесть сама. Почему? Да ладно, Хаят, ты же умная. Я не понимаю. Я слышал, как вы ссорились с дерьёй. Мне стало неловко, вот я и вмешался. Я не хочу это есть. Вот я идиотка. Я всё время покупаюсь. Нет, ты невероятно умна. Ты ушла из дома и пришла к моей бабушке. Очень хитро. Я не сама пришла, она позвала меня. Хорошо придумала. Ладно, убери это. Хорошо, Мурадбей. Что ты делаешь, с ума сошла? Я играю роль обиженной жены. Тебе не нравится? Не нравится. Вот, смотри, как надо. Вот. Так ведёт себя обиженный муж, которого бросили. Ну что, поняла? Хаят, не надо сдерживаться. Бей всё сразу. Ладно, я запомню. Сделаю так в следующий раз, чтобы всё разбилось. В чём дело? Что-то болит? Не твоё дело. Мурадбей. 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 Хаят! Что ты здесь делаешь? Что у тебя с шеей? Потянуло? Не страшно, она не сильно болит. Так почему ты здесь? Хаят, у нас очень важная миссия. Что? Я всю ночь думала про Хазал. Ну и? Мне кажется, нам надо с ней разобраться. У неё есть слабости? Конечно, есть. Они есть у всех, даже у нас. Ладно, но я не в настроении. Сегодня тяжёлый день, да и шея болит. Ну так тем более, ты расслабишься, и боль сразу пройдёт. Ну давай, покажи мне место, где мы сможем проводить расследование. Ладно, за мной. Керем, это очень важное событие. Сарте и моя косметическая компания сотворят что-то совершенно новое. Нет, нет, нет. Мурат на это не пойдёт. Почему ты так говоришь? Хаят сможет его уговорить. Нет, просто я не могу понять. До меня не доходит. Что именно, ты не понимаешь? Дирия живёт там. И они останутся вместе? Они же будут ссориться, это невозможно. Керем, мне надо кое-что сказать. Говори. Слушай. Я беременна. Уверен, он что-то от нас скрывает. Клянусь, надо узнать что. Точно. Уже месяца три. Например. Девушка да рука. Там тоже что-то не так. Наверное, надо рожать. Ну а как иначе? Я очень надеюсь, что ребёнок будет похож на тебя. С усиками. Я тоже надеюсь. Что? Что ты сказала? Ребёнок с усами? Да. Эпек, ты надо мной подшучиваешь. Наконец-то ты слушаешь. А ещё мы просто целовались, ничего больше. Керем. Я не прав. Что-то я не помню. Потому что ты дурак. Дурак. В чём дело? Я пошутил. Эпек. О, Аллах. Я не могу найти кошелёк. Стой, дорогая. Куда ты пошла? Ну, Эпек. Нашла. Вот профиль этой негодяйки. Посмотрим, кто у неё в друзьях. Ты не поверишь. Она медсестра? Правда? Это первая улика. Ищем дальше. Наверняка у вас есть общие друзья. Да, Хюлья. Это медсестра в нашей больнице. Что ты делаешь? Звоню Хюлье. Кому она звонит? Подруге из больницы. Она не отвечает. Алло. Привет, привет. Это Азлы. Давай сразу к делу. Не хочу отвлекать тебя от работы. Что происходит? Так вот, я нашла профиль Хазал. Она есть у тебя в друзьях. Эээ, да. Она медсестра. Так вот, ты можешь рассказать про неё подробнее? Ты серьёзно? Обалдеть! Ничего себе! Вот это да! Слушайте, Хюлья говорит, что от Хазал. Надо прятать парней, а то поплатимся. Она сказала кое-что ещё. Но мне стыдно это повторять. Но вы, наверное, догадались. Да уж, стоит о ней только заговорить, как сразу всё катится к шейтану. Что такое? Сзади. Смотрите. Я сейчас. Увидимся в тюрьме. Что ты задумала? Я схвачу её за волосы и сожгу их, а потом размажу по стенке. Она испортила мне свадьбу. Ну уж нет. Ослы, держи её, она сходит с ума. Отпустите меня, я её изобью. Пожалуйста, отпустите, раз вам не всё равно. Хаят, мы же в Сарте. Нельзя так себя вести, здесь работает твой муж. Тебя тут уважают. Точно. Ну да, вы правы. Конечно. Я пойду и забью её с уважением. Привет, Хазал. Ты пришла навестить Дорука? Нет, я пришла к Мурату. Но, кажется, ошиблась этажом. Какая неожиданность, это прямо судьба. Пошли, пообедаем. Я исправлюсь после вчерашнего. Что ты, не надо. Тебе нечего исправлять. Нет. Иначе так я расстроюсь. Ты же мне не откажешь? С Муратом ты и потом увидишься. А мы зато посекретничаем. Да, девочки? Точно. Да. Она не так прекрасна, как твои глаза, но ничего лучше я не нашёл. Муратом. Точно. 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 Девиа, ты что, следишь за мной? Нет, я ждала, пока вы налюбуетесь. У меня есть один вопрос, я хочу, чтобы вы кое-что мне объяснили. Какую подлость ты задумала теперь. Хаят и Мурат будут всегда тут жить? Ты не слышала вчерашний разговор? Слышала, но я не понимаю вашего плана. Вы считаете, что мне это надоест? Я заберу сына и уеду. И тогда всё достанется вашему внуку. О чём ты говоришь? Вы никогда не считали дорог родным. Это неправда. А зима ханым. Не надо ничего от меня прятать. Например? Эту коробочку за спиной. Что же там такое? Нет. Отойди. Как вы испугались. Ничего я не возьму. Но, должна признать, это было весело. Аллах, у меня слов нет. Ты просто нахалка. Слушайте сюда. Я защищу права своего сына. И вы не сможете мне помешать. Давай, говори. Что говорить? Надо уметь проигрывать. Прими это с честью. Я не понимаю. Не строй с себя дурочку. Дорог тебя бросил. Мы с ним и не встречались. Значит, тебе нужен Мурат. Ты попробовала с Дорогом, но не получилось. А теперь перешла на Мурата? Ну, поздно. Дорогуша, Мурат женат. Он женат на мне. Вы всё не так поняли. Да неужели? Не так? Ну, ладно. И где мы ошиблись? Рассказывай правду. Что тебе нужно от Мурата? Всё не так, как вы думаете. Будь осторожней, дорогая, мы опасны. Клянусь, всё не так. Тогда почему ты вокруг него прыгаешь? Мурат? Мурат? Ну, говори уже. Мурат. Мурат. Мурат, мой брат. Мурат. 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 Девушки отдыхают Но как? Его мать мертва. Она утонула? Мама хотела, чтобы он так думал. Она разыграла смерть. А Мурат знает? Теперь да. Скажи нам правду. Но это все правда. Вот почему Мурат постоянно раздражен. Пожалуйста, не говорите никому. Ну вот, опять. Хашмет Узун. Он прямо как проклятие. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, перезвоните через год. Алло, Тувал, слышишь? Абонент временно недоступен. Ну хватит, я узнал твой голос. Странно. Обычно все покупаются. Ну а я нет. Слушай, я тебе кое-что скажу, но это секрет. Никому не говори. Слушаю, Хашмет Бей. Нет, замолчи. Не произноси мое имя. Рядом с тобой кто-то есть? Выйди из этой комнаты. Замолчать? Не произносить имя? Что с ним? А, ну точно. Все хорошо. Я сейчас уйду. Теперь я одна. Давайте, говорите. Слушай, ты купила мне подарок. Мне снова нужна такая же брошь. Ух ты, какой вы шустрый, Хашмет Бей. Сколько же у вас женщин? Ну хватит уже издеваться. Кое-что случилось. Я потерял подарок. Поэтому мне нужен такой же. Но я не смогу такое найти. Это невозможно. Вы понимаете? Это была последняя брошька. Не знаю как, но ты найдешь такой же подарок. И положишь его в такую же коробочку. А еще там была записка. Напиши такую же записку и вложи. Все, пока. И что мне с вами делать, Хашмет Бей? Самой не верится. Я люблю тебя, ту вау. Вот как ты разговариваешь с этим Хашметом. Что же мне с вами делать? Что же делать? А это не мои проблемы. Вот так. А это не мои проблемы. Спасибо. 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 Что случилось? Я не могу обнять тебя просто так. Для тебя это нормально? Ты тут кидалась тарелками, а потом просто ушла. В чем дело? Ничего. Забудь. Увидимся дома. Хорошо. Спасибо. Она не так прекрасна, как твои глаза, но ничего лучше я не нашёл. Вы посмотрите на эту Азиме. Она смогла покорить мужчину? Вот счастье! Вся моя семья обедает вместе. Чего ещё можно желать? Мне кажется, поэтому вы сегодня так сияете. И какая брошка. Наверное, она дорогая. Я её раньше не видела. Новая. Ещё и цвета ваших глаз. Ну вот, посмотри, Хаят. Пожилые умеют правильно дарить подарки. Вот какой Хашмет Бей молодец. О чём это вы? О брошке Азиме Ханым, разумеется. Красивая правда. Дирья, не говори ерунду и хватит всех подначивать. Не говори ерунду. Нет. Всё это правда, Ниджат. Это брошь. Подарок Хашмет Бея. Он написал записку. Вот доказательства. Ах ты… Ты залезла ко мне в комнату, Дирья. Бестыжая. А чего мне стыдиться? Не я же принимаю подарки от дедушки невесты. Бабушка? Это правда? Хашмет Бей действительно подарил это тебе. Мурат, это не наше дело. Перестань. Да, это не твоё дело. Я разговариваю со своей бабушкой. А мне нравится. Прекрасный выбор. И тебе очень идёт. Здорово, бабушка Азиме. Дорог. Что ты такое говоришь? Разве всё это можно так оставить? Считаешь, ей это идёт? Думай, о чём говоришь. Весь этот дом сходит с ума. Да. Ну ладно. Между вами что-то есть, бабушка? Я задал тебе вопрос, бабушка. Я задал тебе вопрос, бабушка. Хватит, Мурат, перестань. Это же твоя бабушка. Не кричи на неё. Не вмешивайся. Это семейные проблемы. Тебя, наверное, не понять. Что? Ты прав. Ты чего, брат? Тебе не кажется, что это слишком? Ты всё понял, дорог? Как бы ты ни старался, правда, всегда вылезает наружу. Ах ты! Благодари Аллаха за то, что ты мать моего брата. Ты никогда не сдашься, да? Что бы я ни говорил и ни делал, ты поступаешь, как хочешь. Ах ты! Перестань, оставь это, отойди. А если не отойду? Тогда что, снова на меня накричишь? Ну ладно, прости меня. Я не хотел на тебя кричать. Я же просил, не надо. У тебя болит шея. А ты радуйся. Я страдаю за то, что наделала. И я не принимаю твои извинения. Зато я извинился, а вот ты нет. За что? Хаят. Мне пришлось спать непонятно где. Стой, как там, надеюсь, твоя кровать станет камнем, а твое одеяло ледышкой. Ты не сможешь спать без меня. Я не шутила. Да уж, мне было очень обидно. Можешь издеваться. Но это то, что я тогда чувствовала. Правда? А вот что чувствую я. Я скучаю по моей хаят. Я скучаю по моей хаят. Войдите. Я принесла вам лекарства. Выпей таблетку и ложись спать, а я посплю здесь. Войдите. 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 Рис. Войдите. Войдите. Я напишу вам. Я не могут наверху помочь, чтобы у меняieら не 간о. Ладно, только не кричи Да, хорошо, я попрошу завтра А вот что чувствую я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты не свободен, ты мой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Азиме Азиме Ханым Хашмет Бей, нам срочно надо встретиться В чём дело? С Хаят и Муратом что-то случилось? Нет, всё дело в нас В нас? Ну ладно, а как скажете, сейчас выезжаю Мурат Дэй, у вас в кабинете гости Хорошо Хазал? Прости, что побеспокоила, но я ненадолго Я слушаю Для меня это непривычно, не знаю, как и сказать Говори, как есть Мне нужны деньги Не пойми меня неправильно, я беру в долг Потом я всё верну Сколько тебе нужно? Двести тысяч Понимаю, это много, но я прошу не для себя, я прошу покрыть долг мамы Пусть она будет спокойна, кроме тебя мне больше некого просить Не волнуйся Я правду отдам Ладно, мы всё решим Да, Тамер Бей, слушаю Мурат Бей, я нашёл все документы вашей матери, как вы и просили У неё не было дочери Но Хазал Доган могли удочерить Мне всё проверить? Да, конечно Мурат Бей, вообще, у меня для вас ещё одна важная новость Хорошо, говорите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВОЕННАЯ МУЗЫКА Как это? Вы уверены? Что? Ясно. Да. Еще свяжемся. До свидания. Плохие новости? Я одолжу тебе деньги. Но сначала ты скажешь мне правду. Кто ты такая? О чем это ты? Рассказывай, кто ты, что хочешь сделать и зачем тебе деньги. Я могу дать тебе даже больше. Переведено и озвучено студией «Кириллица» по заказу онлайн-кинотеатра «Иви» в 2022 году. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok